Следующий вопрос, он имеет три подвопросика. Я плохая верующая, мало хожу в церковь, плохо знаю, что и как правильно делать в церковном плане. Поститься получается и стараюсь исповедоваться хотя бы в четыре больших поста. Во всей своей жизни вижу руку Бога, отчего на душе очень хорошо и светло. Но остается огромное количество вопросов, хочется задать некоторые из них. Итак, в Нагорной проповеди Спаситель дал нам молитву, с помощью которой мы можем обращаться к Нему, потому как Он заранее знает наши нужды. Но тогда почему вечерние и утренние правила так продолжительно и многословно? Здесь мне хочется начать ответ на этот подвопрос с этой фразы, прокомментировать ее. Что Спаситель дал нам молитву, с помощью которой мы можем обращаться к Нему. Не так. Не с помощью которой Он дал нам молитву, которая может служить образцом, как мы можем обращаться к Нему. А это совершенно иное. Это не исключает возможность других молитв. Вот вы имеете в виду молитву Отче Наш. Вот что там в Отче Наш сказано. Отец Наш, который на небеса, уточняется, что мы имеем в виду Отца Небесного, прославляется. О, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко нам не деси на землю. То есть идет славословие. Потом просьба. Хлеб наш насущный и дашь нам днись, и остави нам долги наши, как уже мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Яко Твое из Царства и силы славы во веки. Аминь. Так вот, мы должны прославить Бога и просить. Но просить, опять же, не многого, а самого необходимого. Потому что действительно Он знает нужду, в чем мы нуждаемся. Ну, а вот если вот взять, например, вечерние молитвы или утренние молитвы, сократить их, выжать оттуда смысл, то вы то же самое получите. Просто большим количеством слов сказано это же самое. Христос в Евангелии говорит, не в многословии своем будете услышаны. Но имеется в виду не количество слов, потому что сам-то Он всю ночь был в молитве. Например, в другом месте Евангелии говорится, что Он всю ночь был в молитве. И вообще, например, Он сорок дней молился и постился в пустыне сорок дней. Почему Он там многословствовал? Он сказал бы очень однажды и успокоился на этом. Нет, Он сорок дней там был. Так вот, речь не о количестве слов, а о количестве мыслей, о количестве сути, о чем говорится, что имеется в виду. Так вот, если выжить, скажем так, смысл из вечерних молитв или утренних молитв, то получится то же самое, что Отче наш. Там мы прославляем Бога, благодарим Его за то, что Он сподобил нас дожить до сего момента. Например, вечернего, да, что вот день прошел за ту помощь, которую Он нам в этот день оказал. Просим прощения за те грехи, которые мы вот здесь, может быть, там совершили где-то по немощи, где-то что-то сказали, где-то что-то неправильно сделали. Просим благословения Его на сон грядущий, чтобы Он сподобил нас и завтра встать от одра и прославлять Его всесвятое имя Отца и Сына и Святаго Духа. И так вот все, собственно говоря, все. Ну, плюс еще мы к Божьей Матери там обращаемся, к ангелу-хранителю. Но суть вечерних молитв. Так что насчет много глагола, много словно, я вот здесь с Вами не согласен. По поводу продолжительности, ну, сколько продолжительность? Ну, 20 минут утреннее правило, ну, 25 вечернее. Ну, если очень медленно, ну, 25-30. Что, это много? Я бы не сказал. Я бы не сказал, что это много. Было как-то, меня один человек спросил, а почему, мол, почему, мол, вот именно этими словами нужно? Разве не могу я помолиться своими словами, сказать так, как мне хочется? Ну, конечно, можешь. Конечно, можешь, можешь. Не обязательно вот это правило читать, можешь своими словами быть. Но если будешь исполнять вот это правило и приобретешь навык именно вот, хорошо разберешься, вот вникнешь вот в смысл этих всех молитв, то ты поймешь, что, а тебе своими словами там даже и нечего добавить, что оно настолько всеобъемлюще полное и красивое это правило, что ты своими словами как бы не тужился, ты ничего такого подобного не скажешь. Эти молитвы рождались в таких умах, как Иоанн Златоуст, Василий Великий. Вот в каких умах, в каких сердцах эти молитвы родились. Неужели ты думаешь, что ты своими словами можешь сделать что-то лучше, чем, допустим, Василий Великий? Это все равно, как сказать, да Пушкина, это, конечно, круто, зачем я буду учить стихотворение Пушкина в школе, лучше я свое напишу. Понятно, пожалуйста, пиши свое, но ты же не Пушкин. Так вот и здесь. Эти молитвы очень глубокие, они не зря выбраны из многих-многих молитв и именно присутствуют в вечерних и утренних правилах, они не зря выбраны. То есть это действительно очень хорошие молитвы. Да, кстати, тот человек потом через некоторое время подтвердил мои слова, он послушался меня и сказал, да, хорошо, я попробую. То есть поверил мне на слова, а потом через некоторое время сказал, это абсолютно правильно. То есть я был абсолютно прав, что он ему так сказал. Потому что там все сказано, что хотелось бы сказать Богу по данному случаю, потому что я дожил до вечера или я утром встал и прошу Бога помощи на предстоящий день. Так, и тут еще под вопрос. Молиться за живых это понятно, но зачем за мертвых? Ведь их судьба уже решена. Что может измениться от нашей молитвы за них и как тогда правильно это делать? Интересует как молиться за умершего мусульманина просто своими словами? Решена ли их судьба или не решена их судьба? Это нам с вами не дано знать. Наверное, судьба каких-то людей решена уже, может быть, в лучшую сторону, в хорошую. А может быть, они наследовали Царство Божие и хорошо, и мы за них можем порадоваться. Каких-то судьба может быть решена в плохом смысле. То есть это настолько такие жуткие грешники, ужасные, что ни о каком наследовании Царства Божьей речи быть не может. Ну, может быть, кто-то там в пограничном каком-то состоянии находится, может быть, большинство. Но не наше дело рассуждать на эту тему. Вот туда или сюда решена эта судьба или не решена эта судьба. Мы должны выполнить свой долг, долг любви. Господь заповедовал нам молиться друг за другом. Ну, словами апостола Павла, молитесь друг за другом. А у Бога все живы. Что живы, что уже усопшие, у Него все живы. Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых. Поэтому мы должны молиться за всех. И за ныне здравствующих, дай Бог всем здоровья, и уже ушедших, упокой Господи души усопших раб Твоих. Это долг нашей любви. Это хорошо, это правильно. Не нужно их забывать. Как молиться за умершего мусульманина? Если это ваш родственник, вы можете за него помолиться своими словами. Но церковная молитва за него не будет, потому что он не имеет, как скажем, институциональной принадлежности к церкви. То есть мы здесь не можем вмешиваться. Если Господь откроет ему двери своего милосердия, то он тоже может наследовать Царство Божие. Почему нет? Дух дышит где хочет. Но мы в это вообще не должны вмешиваться. А если вы родственник, то, пожалуйста, ваш долг любви вам открывает возможность и за него помолиться тоже. Так, и вот тут еще под вопросик последний. «Прости нам грехи наши, как мы прощаем должникам нашим». Иногда вспоминаются некоторые жизненные ситуации, эмоции восстают с новой силой на того, кто обидел когда-то. Значит ли это, что я этого человека не простила? Получается, что Бог меня никогда не простит, потому что я не могу простить. Ну, не нужно здесь тоже усложнять все это хозяйство, потому что Господь нам вот это сказал, остави нам долги наши, как уже мы оставляем должником нашим. Это скорее педагогика. То есть это именно указание нам, педагогическое такое наставление, что Бог нам прощает, если мы прощаем. Но другой разговор, что а можем ли мы простить? Потому что мы обуреваемые страстями, грехами, немощами. И вроде бы мы простили человека, а потом что-то там всколыхнулось, и мы снова разозлились, снова вспомнились старые древние обиды. Сто лет уже назад это было, а сейчас вот что-то там всплыло, и зацепило, и пошло-поехало. Но мы одно дело, что мы хотим простить, но другое дело, что иногда не можем. Это разные вещи. И, конечно, если мы по болезни душевной своей болезни, ну так, духовной, вот так правильно. Душевная болезнь все-таки психические уже отклонения. А вот именно по духовной своей немощи не можем простить, то это не значит, что Бог нас ах, вот так. Ну, значит, я вам тоже сейчас покажу, где раки зимуют. Вовсе нет. Он смотрит и на желание нашего сердца. Так что, вполне Господь может, и даже если мы где-то там, периодически всплывает у нас там что-то, но мы с этим боремся, мы как-то с этим пытаемся справиться, мы как-то в этом раскаиваемся, мы как-то с этим справляемся. Ну, Господь видит это наше желание, стремление. Другое дело, что мы не можем это победить, но Он тоже это знает, что мы не можем. Но мы хотя бы хотим, стремимся, поэтому, я думаю, Он не поменет наших беззаконий в этом случае. По крайней мере, мы старались. Так, помогай Господь! Продолжение следует...